Зачем я свои обзоры делаю? Потому что средняя зарплата по России 25 тысяч, а наушники стоят 10. В рекламе они офигенные, вон за ними аж очередь в Самсунге выстроилась. А в реале, прежде чем брать, посмотри мой честный обзор. И еще, у меня есть важное замечание к компании Самсунг. Пока вы меня не купили, как Вилсу, я буду говорить о вас все, что думаю. Вот это поворот! Все подробности о наушниках Galaxy Buds и классное сравнение с другими достойными устройствами прямо сейчас. Меня зовут Евгений Донец. Поехали! Buds это новая модель тех же самых Bluetooth наушников от Самсунг, из которых убрали, ну реально, все то, что люди не использовали. И оставили все то, что действительно нужно. А также допилили некоторые фишки. Дамы и господа, мы приступаем к распаковке упаковки морковки. Ну что ты, черт побери, такое несешь? В общем, всегда найдется даун, который скажет. А техника-то у тебя не новая. И вот на данный момент не получится так сказать. Опа-на! Во-первых, вот мне дали карту, в которой я там баллы какие-то накоплю. Во-вторых, для особо одаренных я даже чек покажу. Оба-на! Galaxy! Вот такой кейс Самсунг. Давайте все-таки посмотрим, что у нас в комплекте помимо высокого качества шнур. Ну и здесь внутри разнообразные амбушюры. Там и побольше, у кого уши, у кого и поменьше. Все мы разные. А теперь самые интересные, малыши, мы откупориваем наушники. Обратите внимание, что эта штука подзаряжает их и является одновременно пауэрбанком. Наушник внутри этого бокса подключается к зарядному устройству. Внутри наушников мы также видим сеточку. Я надеюсь, что она не будет в этот раз засоряться и Самсунгу не придется сваливать все на своих пользователей, что типа сер у нас в ушах. Как правильно чистить уши? Еще раз вы сейчас видите весь комплект наушников, ну а я пошел тестировать, чтобы потом сделать честный обзор. Евгений Донец, мультиформатный ведущий, со стажем более 14 лет. Сегодня Евгений, один из лучших ведущих свадьбы в городе Москва, с удовольствием гастролирует по России. Донец, значит она пройдет весело. Давайте быстро по характеристикам. Внутриканальные, беспроводные, ну то есть вакуумные. Сенсорное управление, достаточно удобное, хорошо работает. Аккумулятор, 6 часов музыки, цифры здесь не важны. Кейс для подзарядки и ношения, это еще плюс 6 часов музыки. Влагозащита IPX2, слабая, но дождик не страшен, как и вспотеть. Bluetooth 5.0 Понимает кодеки A2DP, AVRCP, HFP, AAC, SBS, не понимает LDAC. Имеется беспроводная зарядка внутри Powerbank кейса, в котором они хранятся. Имеется акселерометр, датчик приближения и холла. Модная нынче фишка, Ambient Sound, звук с улицы подмешивается прямо в музыку. Вместе с шумами, кстати. Бац, это новая модель, из которых убрали вот реально все, что не нужно было. Ну плюс допилили, например, Icon X 2018. Боялись воды, пота и ушной серы. Бред. Мне кажется, я описал сейчас какого-то бомжа. Крутить. Давайте, крутите, крутите. Крутить. Крутите, крутите в глубину. Один из каналов там со временем засорялся серы. И Samsung на серьезных щах обвиняли в этом людей. Из-за серы типа один наушник начинал играть тише. Отклеивалась сеточка, и это все менялось вручную. Иногда по гарантии сервисам. Кроме того, у Icon X пропадала связь. Были какие-то глюки там, зависания, перезагрузки. Если почитать отзывы, то там большое количество недовольных. Народ плевался. Вот идея хорошая, звук нормальный, а технология была еще серенькой. В новых ушах Galaxy Buds это все устранили. Уменьшили размер и добавили время работы. Никаких зависаний и потерь связи в них я не обнаружил. Защита от воды хоть кое-какая-то теперь имеется. Хотя и хреновенькая. То есть, если ваш собеседник не носит брызговик, тогда проблем нет. А вот если хейтер харкнет вам прямо в ухо, тогда замыкание неизбежно. Они чрезвычайно удобные. Я их вообще не чувствую в ушах. Вот Sony и Monster Beats, они отдавливали. Gear Circle ощущались. Бац, они ничего не отдавливают. Это вот первые наушники в моей жизни, которые сидят в ухе почти идеально. Лучше в этом смысле я тупо не видел. Теперь по качеству звука. Ну, это ярко выраженное так себе. Там дело не только в кодеках, но и в динамиках, и в усилителях. Покупать их не спешите, если вы классно разбираетесь в звуке и слушаете флаг, а не MP3. Что такое флаг, ссылка находится в описании. Имеется в виду звук Hi-Res, высокого разрешения. Если сравнивать с древними Samsung Gear Circle, то там звук лучше. И у меня вопрос к Samsung. Вот нахрена вам АКГ, если там и не пахнет передовым качеством? А вы сами делали лучше аж 5 лет назад, имея в виду наушники Gear Circle. Понятное дело, что бац, и проигрывают из-за компактности там. Ну, из-за того, что это два отдельных наушника, и каждый сам по себе отдельное устройство. Они не связаны проводом, как у Circle. Это получается как бы два отдельных наушника, работающих в связке еще и без провода. Ну, то есть совершенно другая технология. Но освоите ее сами, без AKG. Ведь вы-то умеете. Хотя проводные наушники АКГ, которые шли в комплекте с S8, они реально супер. А вот здесь зачем написали AKG, мне не ясно. Смотрите, вот так у нас выглядит Gear Circle. И у них есть слабое место, хотя они до сих пор работают. Вот этот вот ободок, который остался у меня один, остальные просто уже сломались. Серка вот таким образом надеваются на шею. И здесь вот так колечко на магнитиках фиксируется. Вот то, что сзади вы видели, это аккумулятор. Вот такие вот они сбоку. Посмотрите. Естественно, вот эти провода, это достаточно неудобно. Плюс ты постоянно ощущаешь вот эту вот штуку. Она как бы не слишком стесняет. Бегать можно, но все равно что-то не то. Потерять их невозможно, потому что хоп и все. Заряда хватает, ну как минимум, на неделю. Иногда я их заряжаю реже, потому что смотрю через них исключительно телевизор. Звук не отстает. Гениально. То есть прошло 5 лет эволюции и прогресса, а качество звука у Samsung не улучшилось, а наоборот. Почему звук в Galaxy Buds так себе? Обычно крутой звук дает кодек LDAQ. Это high-res качество. В Galaxy Buds и Icon X используется какой-то там свой самсунговский кодек, который все равно сжимает поток при передаче без проводов и выдает близкое к компакт-диску качество для ширпотреба. Вы от него оргазма не испытаете, но звук в среднем как бы он нормальный. Просто не ждите там супер качества. Да, играет получше, чем AirPods, но этого нам недостаточно. Если вы не в курсе, то ведущие специалисты считают качество звука в AirPods фиговеньким. Вот это поворот! Активного шумоподавления в Galaxy Buds нет. Когда ты вставляешь их в уши, то внешний мир почти не слышно. Затычки сделаны качественно. Но активное шумоподавление это вообще другое. Рассмотрим это на самых крутых в мире беспроводных наушниках Sony. Они на самом деле очень дорогие. Это, кстати, устаревшая модель, а новая стоит 30 тысяч. В этих наушниках ты смотришься, как настоящий мудак. Но у них прекрасная система шумоподавления. Активная. Вот о чем я. Мне звук классный. Ну вот. Смотрится поворотски, а звук классный, да? Греба не поменьше, будет очень удобно. А просто поменьше не достичь. Если поменьше, не достигнешь такого эффекта. Ну, а не очень, пожалуйста. Представьте себе, что вы играете с другом в регби. Ваш друг это источник звука с улицы. Вы это активное шумоподавление. Друг толкает вас, чтобы протолкнуть вас туда. А вы создаете сопротивление. Таким образом звук остается на месте. Я понимаю, что это не самое удачное сравнение. Давайте попробуем еще. То есть, динамик как бы работает в противофазе. Он берет звуки с улицы, создает им противофазу. Динамик вибрирует в противофазе. И в результате звуки не проникают в наушники. По крайней мере, их большинство. Эффект потрясающий. Но одна маленькая проблема. Когда работает активное шумоподавление, мы, конечно, звуков не слышим. Но для того, чтобы оно работало, динамик должен делать вот такие движения. Это ощущается, как давление на уши, хотя звуков мы не слышим. И чем громче внешний шум, например, в метро, тем больше закладывает уши, как в самолете. В день, когда я впервые попробовал активное шумоподавление, у меня как раз немного воспалилось ухо, и я даже испытывал боль. А когда я отключил шумоподавление, у меня отложило ухо. Крутите что-нибудь. Аккуратненько, что? Словно я зевнул, как в самолете. Думаю, активное шумоподавление – это нифига не полезно. Тем не менее, при выборе наушников для меня это стало основным критерием – слушать аудиокнигу в метро. Только там я бы использовал активное шумоподавление. И когда я пришел в магазин Samsung в районе станции метро Парнас Санкт-Петербурга, очень правдивыми глазами девушка-продавец компании Samsung убедила меня в том, что в этих наушниках Samsung Galaxy Buds шумоподавление имеется, и я их купил. Понимаете, оно как бы не включается, оно как бы всегда задействовано. Девушка, вам не стыдно? Ни-ху-ху! Также в этом фирменном магазине Samsung находился молодой человек, который скупал все гаджеты, которые он продает. И это классно, с одной стороны. Но я задал ему вопрос. Как по звуку? Лучше взять Icon X 2018 года или Buds 2019? Он ответил мне, ну слушайте, вот мне больше нравится Buds, потому что у них Buds получше, громкость повыше, автономность посерьезнее. Я спросил, а что с шумоподавлением? И он прокололся. Он сказал, не знаю, у меня аж тех наушников 2018 года не было. Слушайте, Samsung, с вами как в мафию играешь. Нужно раскусить, где вы врете. Замечательно, поразительно. И так шумоподавления нет. В метро аудиокнигу не слышно. А если накатывать громкости, то начинают болеть уши. Получается, для моих целей Buds вообще не подходят, а мне их втюхали. В путешествии с ними в самолете дну тоже неудобно. Звук у них отстает от видео, даже когда смотришь YouTube. И выглядит это примерно вот так. Привет, с вами Велосиком. Интересно, как меняется наша с вами жизнь. Получается, если я поехал по делам, то мне с собой нужно брать отдельные наушники для музыки, отдельные для видео. Универсальность вообще нулевая. Мне нужны уши для всего и сразу. А применять их можно только для прогулок. В спортзале общий фон они не заглушают. В метро книгу в них не слышно. Ну и что? Ни-ху. Когда идешь в Buds'ах, то слышишь свои шаги. Но как вам объяснить? Вот возьмите два пальца, вставьте себе в уши и подвигайтесь. Вот примерно такие звуки слышно в Buds'ах. Это вот недостаток вакуумных ушей. Но простите, AirPods это вообще недоразумение. Они же не вакуумные, в них шумоподавления нет вообще никакого, и весь окружающий мир слышно наравне с музыкой. Естественно, в Galaxy Buds есть модная функция Ambient Sound. Это когда в музыку подмешивается шум окружающего мира через микрофоны, чтобы безопасно, например, через дорогу перейти или услышать собеседника. Он включается либо на постоянку в приложении, либо временно, если коснуться сенсора. Но вместе с этим подмешивается ярко выраженный шум от усилителя микрофона, типа как звук с кассетного магнитофона. Также при покупке Galaxy Buds вы должны помнить о том, что в этих нет музыкального плеера, который в них встроен. Приведу простой пример из жизни. Недавно я убирался по квартире, и у меня было желание послушать аудиокнигу. Но поскольку я ходил в трусах, то мне нужно было таскать за собой телефон, чтобы эти наушники работали. Иначе в другой комнате они просто теряли связь. В то время как в Icon X есть своя встроенная память, и если закачать аудиокнигу прямо в наушники, то телефон с собой носить не нужно. А куда вы засунете телефон в трусы? Разве что себе. Но это не важно. Ты что, с ума сошел? Ну а теперь давайте отвечу на вопрос, почему же все-таки не стоит брать Samsung Galaxy Buds. Ну, во-первых, звук у них достаточно посредственный. Без высокого разрешения, без кодека LDAC. Так, качество близкое по формату к CD, с каким-то там собственным кодеком от Samsung. Кроме того, если добавить низких частот, они начинают хрипеть. Добавишь высоких, начинают свистеть. Добавишь громкости, начинает вообще все пердеть. Поэтому у вас есть выбор, либо высокие, либо низкие, либо средние. Как я уже сказал, нет внутреннего плеера. Хотя за те же деньги можно взять Icon X с большими функциями, но с известными косяками. Вот, например, глюки и размер. Также они не подходят для бомжа, который потеет и чистит уши. За таких ведь нас держит Samsung. В общем, бац, для немытости получше. Тормозят они при просмотре видео. В них только гулять да бегать. А для видео нужно брать отдельные, с проводочком. Может мне еще с собой телек прихватить? Нет активного шумоподавления. То есть в метрокнигу не послушаешь. Неразборчиво. А выкатишь погромче, посадишь уши. Не умеют играть Hi-Rez высокого разрешения. Не понимают коды колдак. А значит, не прокатят для ценителей звука. Но в целом и остальном они очень удобные. Весьма надежные. Допиленные, красивые, современные. Удачные, успешные. Так я буду говорить, если Samsung мне заплатит. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. Если дать кому-то в бубен, то даже тогда они не выпадут из ушей. Присылайте видео, где вы проверили мою теорию. Поставь мне свой царский лайк, император. И нажми подписку. Да не подписку, а подписку. На этом все. С вами был Евгений Донец. Пока. Поворачивайтесь к людям. Люди вон там. Вас как зовут? Иван Филимонович. Редактор субтитров А.Семкин